В ночь 29 по 30 октября в столичном аэропорту Уйташ местные жители устроили массовые беспорядки в связи с тем, что в сети распространились призывы к дагестанцам о недопущении высадки в Махачкале самолета из Тель-Авива. В сообщении также было указано, что на борту находятся израильские беженцы. Толпа спровоцированных жителей республики ворвалась в аэропорт, некоторые из которых проникли на взлетную полосу. Из-за митинга самолеты, которые должны были совершить посадку, перенаправились на запасные аэродромы. На место прибыли органы правопорядка, на которых обрушили свой гнев дагестанцы. На борту самолета, который приземлился в Махачкале, находились жители регионов Кавказа, которые вернулись после лечения, а также узбекский врач, которому дагестанцы устроили допрос, считая его евреем. Разъярённая толпа разгромила аэропорт, а также проверяла документы прибывших. По этому случаю в правительстве региона по поручению Сергея Меликова был организован оперативный штаб. Глава Кабмина Абдулмуслимов Абдулмуслимов отметил, что дагестанцы хорошо знают историю Палестины и Израиля, однако это не означает, что выражение внутренней позиции по отношению к мировым событиям должно нарушать покой и мирную жизнь республики. Подаваться на провокации. Ни в коем случае мы не должны. Я очень часто об этом говорю, про историю нашего дагестанского народа, наши духовно-нравственные ценности. Ну, я не понимаю, вот молодёжь вышла там, но если у них есть какое-то мнение, видение каких-то вопросов, ну, есть же организационные формы проведения таких мероприятий. Сейчас влезет в такую политику, международную, это одни наши прерогативы. Для этого есть федеральные органы исполнительной власти, которые этим занимаются. Главную политику в этом направлении ведёт президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он в своём отношении к этому уже говорил, уважаемые друзья, и неоднократно. Поэтому мы придерживаемся политики президента Российской Федерации. Утром глава региона Сергей Меликов осмотрел аэропорт и оценил нанесённый ущерб. В терминале внутренних рейсов сохранено всё для стабильной работы комплекса. А в международном незначительно пострадало оборудование. Также был организован пресс-подход руководителя региона. Он заявил, что после акции протеста возбуждены уголовные дела, многие факты правонарушений были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Весь функционал аэропорта будет восстановлен в течение нескольких дней. Также он обозначил, что ситуацию в Дагестане пытались дестабилизировать противники нашей страны из-за рубежа. Отметим, что в результате беспорядков пострадали 10 человек. Среди них полицейские и гражданские лица, сообщает сетевое издание Мирмол. Сейчас медики оказывают им помощь в республиканских стационарах. Двое человек в крайне тяжелом состоянии.